это не я здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин моя собеседница софия рон мария адвокат и публицист софия здравствуйте добрый михаил новостей у нас много в основном севера с нашей страны есть и политические новости я конечно имею в виду появление нового министра без портфеля гидеона сара о чем мы безусловно с вами поговорим но чуть позже начнем с событий вливания череды ликвидации руководства хизбаллы и конечно же устроение лидера этой группировки хасана насралы ну в израиле конфеты по этому поводу на улицах не раздают но и радости никто не скрывает скажите пожалуйста а как это вообще на ваш взгляд отразится на нашем противостоянии хизбаллой ведь похожая ситуация уже была много лет правда 32 года назад в девяносто втором году когда мы устранили предшественника хизбаллы прошу прощения предшественника насралы вы знаете я уже да мне уже приходилось встречаться вот эти услышите этот вопрос и слышите обсуждение этой темы что собственно говоря приносит какому результату приводит устранение лидера не придет ли не сменит ли насралу лидер еще более активный еще более милитаристки честно говоря я так не думаю во первых нет такой аксиомы нет по уравнению мы не знаем кто вместо кого придет но так как если бы мне кажется вот что что если бы речь шла только исключительно о точечной ликвидации насралы то может быть тогда не насрал а так придет ахмедала да кто-нибудь другой но так как перед этим было практически уничтожена была практически уничтожена вся верхушка хизбаллы то ликвидации насралы безусловно является интегральной и очень логичной частью вот этой вот компании в общем-то военной компании можно так сказать и мне кажется что хуже от этого никак не будет а лучше может стать это и психологически очень важно и стратегически это важно потому что все-таки новый лидер не сразу разработает стратегию не сразу восстановит организацию кстати восстановить на сегодняшний день хизбаллу и насрали было бы не так просто так что преимуществ тут очень много мне кажется недостатков никаких скажите пожалуйста на ваш взгляд политическая устойчивость израиля в мире которая до начала событий активных событий точнее вливания была очень такая ну скажем так не не самая лучшая если выражаться очень обтекаемо она с началом операции вливания усил укрепилась или наоборот стало хуже простите я не совсем поняла что стало хуже политическая устойчивость нашей страны международная вы хотите сказать или внутренняя да нет сначала международная внутренняя мне кажется что международная однозначно стало лучше потому что вообще как бы любая любая ситуация когда государство демонстрирует силу тем более во время войны хуже сделать не может поскольку израилю нужно было восстановить тот урон который ему нанес нанесла организация террористический хамас который нанесло на вторжение хамаса резня 7 октября так что в данном случае кстати мы заметьте и байден не осудил а в общем-то одобрил ликвидацию насрала так что международный статус израиля хуже опять-таки никоим образом от этого не стал то есть тоже тут проигрыша никакого я почему я прошу прощения почему спросил об этом мы прекрасно знаем что как только мы начинаем какую-то крупную военную операцию то обычно проходит неделя-две ну месяц максимум и нам начинают выкручивать руки наши же старшие партнеры как принято говорить а вот это как раз именно то что мы наблюдаем сейчас то есть мы видим что ситуация у нас такова международная ситуация израиля такова что израилю всегда дается карт-бранс на короткую войну шестидневная война это или десятидневная как вот сейчас была эта операция против хизбаллы заметьте что никто особенно не возникает то есть когда израиль производит быстрые молниеносные и разрушительные операции то мир в общем-то это принимается понимание а вот если начинается затяжная война как газе вот тогда мир уже начинает нам выкручивать руки европейские государства начинают говорить почему это делать там мы не будем вам оружие продавать и так далее и так далее то есть если бы я думаю что если бы в газе мы тоже ограничились бы операции более более быстрой более эффективной и более краткой x которая кстати могла бы завершиться сделкой по освобождению заложников то и отношение опять-таки возможно что тогда отношение к тому что происходит в газе было бы похожим к отношению мира сегодня к тому что происходит в ливане а это совершенно не одно и то же смотрите значит ливана нет таких требований и таких претензий которые предъявляют к израилю как в отношении газа почему вроде в ливане тоже есть мирное население в ливане бомбежки тоже наносит ему ущерб и тем не менее реакция совсем другая потому что эффект от близ крик да от молниеносной быстрой удачной войны которую мы пока что там вели и вот это нужно было делать в газе но мы еще не начали сухопутную операцию не факт что начнем но если начнем то это будет не день-два как мы можно предположить возможно к сожалению возможно что если мы начнем сухопутную операцию то тогда и международная реакция действительно может оказаться другой но с другой стороны опять-таки мне кажется что нужно искать какую-то золотую середину то есть нельзя все время оглядываться что говорят других странах с другой стороны нельзя это игнорировать вы упомянули заложников они как бы я не хочу сказать ушли на второй план но о них стали гораздо меньше говорить они вообще исчезли из новостной строки практически как и возможная сделка по прекращению огня в газе говорите пожалуйста на ваш взгляд обострение ситуации в ливане вот этого противостояния с избалой она как-то отразится вот на этой сделке и вообще она уже станет лучше станет или вообще никак не одни отразить знаете в долгосрочной перспективе можно было бы сказать что окей если израиль сумеет окончательно разбить из балу пока что мы этого не видим да пока что мы видим что бомбежки еще продолжается то есть северный фронт у нас есть но в тот момент то что собственно говоря например говорит сам натаньял он говорит когда сенуар увидит что у него больше нет северного фронта он станет сговорчивее если в этом логика логика в этом безусловно есть означает ли это что окончательный разгромки спела если он произойдет тоже нужно задаться вопросом что это такое да но скажем так хотя бы той ситуации когда перестанут когда прекратятся эти постоянные бомбежки обстрела севера как это отразится ли это положительную сторону на сделки по заложникам боюсь что нет почему не хотелось бы мне очень не хотелось бы делать пессимистических прогнозов но я боюсь что этого не произойдет по той причине что в коалиции есть очень сильное крыло которое противится сделке в любом случае то есть они вообще никакой сделки не хотят яговор имею ввиду министров бенгвира и смотрич а если речь может идти о том то что если речь может идти о том что из того что у нас не будет северного фронта сенуар станет сговорчивее и допустим согласиться на какие-то более приемлемые с точки зрения израиля условия то эти условия все равно будут неприемлемы для смотричей бенгвира поскольку с их точки зрения любые условия неприемлемы они хотели бы они во-первых вообще никакой сделки не хотят а если бы хотели а если бы согласились то сделка примерно выглядит так что сенуар отдает нам заложников и сам еще за это доплачивает ну понимаете что это в общем то абсолютно нереально а и вот эта вот политическая ситуация она к сожалению вряд ли изменится с большой если верить опросам которые были проведены уже после начала операции в ливане противоактивизации противостояния хизбаллой то политическая ситуация в стране немножко поменялась гипотетически безусловно но в тем не менее лекут немножко креп другие партии по-разному правда достаточно укрепляет свои позиции некая виртуальная партия беннета скажите пожалуйста на ваш взгляд это все краткосрочные результаты что называется в короткую или же всерьез меняется картина политическая в стране вы знаете михаил я позволю себе с вами не согласиться я вчера весь вечер смотрел новости и по 12 каналу все время обещали драматический опрос драматические результаты это сидела напротив телевизора думала ну что это может быть ликуд взял 30 мандатов там пусть им изменилось соотношение между блоками чтобы вы думали это оказалось ликуд взял 25 мандатов прошлый раз там он брал 23 по этим вопросам да это конечно 20 я согласна что 25 это больше чем 23 но во первых 25 это не 32 которые сегодня у ликуда есть но это еще не все откуда он взял эти 25 мандатов один мандат он действительно взял у ганса но произошел отток голосов от бенгвира и смотрича к ликуду то есть в результате усиления ликуда бенгвир спустился до 6 мандатов вот в этом конкретном опросе а смотрич вообще не прошел электоральную барьеру и в результате когда смотрич не прошел электоральную барьеру а он все время его партия гарантия балансирует на на грани блок сегодняшний натанья вообще опустился до 49 мандатов хотя обычно он имеет 52 53 но опять-таки будем учитывать статистическую погрешность в одном опросе прошел смотрич другом не пришел допустим даже мы прибавили бы сюда 4 мандата смотрича было бы 53 то есть ликуд в основном усиливается за счет партнеров своих же не за счет оппозиции с другой стороны с другой стороны сам по себе фактор конечно усиление ликуда имеет психологическое значение и для самого натаньяо и в общем но соотношение это сильно не меняет и создается такое впечатление что уж куда дальше да казалось бы ликвидация насралы это колоссальное достижение тем не менее как виде как мы видим большинство избирателей остались на прежних позициях то есть при том что я думаю очень многие из избирателей аппетитационных партий тоже приветствовали уничтожение насралы но они не поменяли из-за этого своих политических предпочтений например сказав только это не то не натаньяо это галант вообще натаньяо воздержался как мы помним тут стать интересно проанализировать позицию министров там кто был за кто был против кто удержался их начально вот и там кто-то сказала это не натаньяо это армия то есть если сторонники натаньяо говорят это натаньяо спасибо ему за то что он это сделал молодец противники говорят но это галант это армия и мы видим что политическая карта в общем-то очень сильно не меняется если меняется то совсем чуть-чуть на другой вопрос что выборов то нет да выборов пока нет и неизвестно будут ли они но здесь мы плавно переходим к новости политической это возвращение гидеона сара лидера партии ямин на мамлахти в правительство в качестве министра без портфеля и члена кабинета по вопросам политической безопасности кажется вот так вот часто это звучит потому что все время меняется скажите пожалуйста тут много сразу поперву было откликов на это решение решение зачем оно нужно обеим сторонам я имею ввиду обеим сторонам это в данном случае бенемин натаньяо и гидеон сар ну начнем с бенемин натаньяо бенемин натаньяо разумеется ему нужны четыре дополнительных мандата во первых они любому как правило главе правительства нужны но тем более они нужны натаньяо потому что в скором времени с началом зимней парламентской сессии выйдет на повестку дня вопрос о призыве и не призыве ультра-ортодоксов хотя ультра-ортодоксальные партии сняли свой ультиматум и не грозят больше не голосовать за бюджет в случае если этот закон не будет принят до утверждения бюджета но тем не менее все равно вопрос стоит и решать его в общем то парламентскую сессию а в самом ликуде есть несколько депутатов которым крайне не нравится закон об освобождении ультра-ортодоксов от призыва и в этой ситуации разумеется если у тебя есть 64 мандата и допустим для того чтобы провести закон тебе нужен 61 голос при условии мобилизации всех депутатов то есть если у тебя есть 61 голос если я 64 голоса и допустим 4 не голос не голосует против но просто не голосуют за то у тебя уже есть 60 ты провести закон не можешь а вот если у тебя есть четыре запасных то тогда твоя ситуация значительно-значительно лучше вот кроме того это первое второе натаньяо пытается создать эффект расширения правительства и как он вчера сказал на пресс-конференция где не на пресс-конференции она как-то правильнее сказать на на в ходе заявлений который он сделал о присоединении сара к правительству вот теперь у нас будет правительство национального единства потому что мы расширили наши ряды ну это конечно довольно странная арифметика расширяя ряды ты прибавляешь одного депутата но это один депутат он лидер партии причем обратите внимание что сама фракция пока еще в коалицию не вошла и это интересный вопрос что же в этой ситуации будет то есть это означает что коалиционные переговоры еще не закончен да поскольку и не известно что в них будет конкретно о чем будет идти речь более-менее мы можем предположить дело в том что у если тут мы и тут мы переходим к вопросу к ответ на ваш второй вопрос для чего это нужно сару да дело в том что партия именом лахти не проходит с одной стороны партия именом лахти не проходит в вопросах электоральной электорального барьера что я думаю происходит потому что избиратель не очень понимает разницу между либерманом саром и беннетом то есть для него это недостаточно четкая разница чтобы предпочесть именно партию сара и вот в этой ситуации он голосует за более крупные партии хотя очень-то у беннета еще никакой партии нету но у беннета есть знаете вот это вот аура бывшего премьер-министра и она им очень много дает как мы видим ну да судя по вопросам да и в этой ситуации партия именом лахти не проходит электоральным барьером когда она когда партия не проходит электорального барьера то естественным образом депутаты начинают задуматься о своем политическом будущем в этой ситуации они должны будут как об этом уже говорилось да они наверняка потребуют бронирование мест в списке ликуда потому что если но изначально предполагалось что если гидон сар будет назначен министром обороны то тогда с большой вероятностью ему никакая бронь не потребуется он и так может пройти в список возможно что он может пройти в список даже будучи министром без портфеля просто по факту своего возвращения в ликуд но трое остальных членов фракции им понадобится с большой вероятностью бронь и тут не ловите меня на слове но дело в том что тут еще есть один такой существенный момент который заключается в том что политические соглашения невозможно реализовать судебным порядком то есть если допустим натаньяо пообещает забронировать три места в списке ликуда в следующий кнесет для членов фракции именном лахте а потом скажет ребята я передумал и он конечно не так скажет он скажет я очень хотел но мне центр партии не разрешил я очень хотел но там не знаю дождь пошел вчера да если он так скажет то заставить его выполнять соглашение невозможно то есть если с этим допустим если михаэль бускила да четвертый номер во фракции именном лахте пойдет и пожалуется в богат что бенемин натаньяо не выполняет коллекционного соглашения и не дает ему брони в списке ликуда то его пошлют далеко и надолго ребят разбирайтесь сами суд не вмешивается и никогда в общем то не вмешивался в разборки между политиками поэтому поэтому такие соглашения если речь идет допустим если брать назначение министров то допустим вот есть коллекционное соглашение говорят такой то будет назначен таким-то министром такой то таким министром допустим шарена скель предполагала что она будет назначена заместителем министра охраны окружающей среды а тот же сам бускила будет председателем одной из парламентских комиссий ока это происходит прямо сейчас значит вот и эти назначения они предшествуют утверждению соглашения в кнасти все хорошо но если но это можно реализовать прямо сейчас а бронь в партийном списке можно реализовать только в канун выборов если это не я у этого не сделает никто его это сделать не заставит другой вопрос захочет ли он дать такое обязательство тоже вопрос может быть захочет но в самом ликуде не очень будут конечно этим довольна хотя тут опять таки тут будет будут соображения не у ликудников в обе стороны морской отекой брони это еще когда будет и может быть ее и вообще не будет а зато мы сможем продлить каденцию а так нам нужно возможно придет скоро идти на выборы то есть возможно то не ауде удастся вот это вот продавить это решение по крайней мере пообещать дать бронь это не значит он ее даст может и не дать понятно а скажите пожалуйста история с возможным снятием с должности нынешнего министра обороны и замена его на гидеоном гидеона сара она снята с повестки дня по вашему мнению или все еще рва вы знаете мне кажется что да и по двум причинам одна причина заключается в том что после ликвидации насралы это не я будет очень трудно уволить галанта то есть уволить министра который уничтожил насралу но это очень это это трудно объяснить это трудно то есть конечно формально премьер-министр может уволить любого министра но это будет ему ему будет гораздо труднее уволить галанта в этой ситуации чем было в марте двадцать третьего года когда он это этого не сделала теперь далее потому что собственно говоря все шаги как бы хотя есть причина есть предлог предлогом для увольнения галанта были разногласия по поводу вопросов безопасности разногласия о том нужно ли атаковать в ливане и как это сегодня будет выглядеть когда галанд был сторонником ликвидации насралы а натаньяу сначала воздержался то есть говорить в этой ситуации что натаньяу хочет сменить более осторожного и даже там более трусливого министра обороны на более активного и более решительного это он никак не может вторая причина почему мне кажется этого не произойдет потому что гидонсар уже вошел конечно вошел в качестве министра без портфеля и еще не привел свою францию то есть он в принципе как вошел так может и выйти но когда политик уже пришел то скажем так значит если он сегодня согласился быть министром из портфеля без портфеля то завтра по когда про закончится война а когда закончится война тоже хороший вопрос может быть он согласится на какую-нибудь другую должность но еще вопрос когда закончится война если начнется наземная операция то все это будет называться состоянием войны и будет подпадать под то определение во время войны мы не ведем переговоров портфелях поэтому гидонсар останется вот там и может быть у нас есть кто подтверждает да последняя тема которую я попросил бы вас прокомментировать или просто высказаться это то что у нас скоро наступает праздник рожа шана чем я вас поздравляю который принято называть еврейские новым годом я просто поясняю для тех кто смотрит нас не в израиле перед дрожа шана и и после нас ждет череда праздничных и памятных дат в том числе 7 октября будет год со дня страшной трагедии нападение боевиков хамаса на израиль гибель множества израильтян захват заложников и начала войны в газе которая идет до сих пор и непонятно когда она закончится скажите пожалуйста а было ли на ваш взгляд что-то хорошее в уходящем году хороший вопрос вы знаете да я думаю что было но мы уже упомянули подарок который получил израиль на рожа шана это ликвидация насрала конечно безусловно подарок но было и другое мне кажется что можно сказать что то хорошее что мы видели в минувшем году это было проявление израильской национальной солидарности когда очень много говорили о том что сионизм умер и светский сионизм умер мы увидели вдруг что ничего подобного мы видели как тысячи израильтян которые по той или иной причине там в качестве туристов или качестве студентов или работали оказались за границей как они буквально штурмуют самолеты для того чтобы вернуться в израиль и пойти воевать мы видели как гражданское общество собралось для того чтобы в общем то говоря в чем-то сменить правительство которое реально не функционировала и не исполняла своих прямых обязанностей и гражданское общество собирала и деньги на обмундирование для солдат и деньги для эвакуированных и помощи организовывала то есть мы видели мы увидели что я не побоюсь вот этой вот очень затасканной фразы который говорит там израиль хай жив народ израиля мы мы просто увидели что это действительно так софья спасибо что были с нами за ваши комментарии еще раз шана тува шана тува и чтобы лучшим чем находящий будем надеяться всего вам доброго